Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Мой доклад во многом будет перекликаться с первым докладчиком, но так уж сложилось. В общем-то, многие взгляды у нас одинаковые на процесс медицинской эвакуации, но будут, естественно, нюансы. Я представляю ожоговый центр Института скорой помощи имени Дженни Лидзе. Мы основная организация, которая принимает ожоговых пациентов по всему Северо-Западу. Соответственно, не только Санкт-Петербург обожженный, еще и весь Северо-Запад. Наиболее часто это пациенты из Пскова, это пациенты из Великого Новгорода, и практически вся Карелия все это едет к нам. В свете вышедшего достаточно недавно приказа 559Н, который наконец-то упорядочил в какой-то степени оказание помощи по профилю хирургия и комбустеология, и теперь не только проверки ведущей организации, но и, собственно, наши внутренние проверки, и работаем мы теперь по этому приказу. Там некоторые моменты эти по эвакуации оговорены, по крайней мере, теперь всем понятно, что специализированная помощь должна, в том числе высокотехнологичная, должна оказываться исключительно в ожоговом отделении, профильном или ожоговом центре. И вот здесь как раз на слайде представлены те категории пациентов, которые должны переводиться к нам из других стационаров. Понятно, что это ожоги первой-второй степени более 10% поверхности тела. Что касается тяжелых реанимационных пациентов, это глубокие ожоги любой площади и локализации. Это, конечно же, электроожоги и электротравма, комбинированная термоингаляционная травма. Ну и последний пункт, он особой эвакуации не требует. Они в основном после обжоговой и рубцовой деформации. Они приходят самостоятельно и не требуют никаких особых усилий, по крайней мере, по транспортировке. Если же не получается сразу везти в специализированный ожоговый центр или нет ожогового отделения, то первичная эвакуация осуществляется теми же самыми выездными бригадами скорой медицинской помощи в ближайшее медицинское учреждение. То, что есть, которое обязательно должно включать оперблок отделения анестезиологии и реанимации, поскольку это достаточно тяжелые пациенты. Там должен быть весь спектр и лабораторные инструментальные диагностики. Ну, как минимум, рентгеновское отделение, лаборатория и трансфазиологический кабинет туда тоже должен входить. И там эти пациенты лечатся порядка трех суток. Потому что вот по этому приказу 559Н в течение 72 часов пациенты, требующие специализированной помощи, должны быть эвакуированы, собственно, в ожоговый центр или в стационар, где есть ожоговое отделение. Что касается решения о переводе, то понятно, что согласование идет между отдающей организацией и принимающей организацией. У нас этим занимается в основном заведующий отделением реанимации. Точно так же нам присылаются все данные. Мы запрашиваем, вот как представлял Вячеслав Сергеевич. Мы понимаем, с чем мы, собственно, будем иметь дело. И уже как бы определяем показания к транспортировке. Или даем какие-то действительно консультации по лечению пациента на месте. Понятно, что важные вопросы, да, это о целесообразности перевода и о тех рисках, которые с этим связаны. Об этом тоже уже сегодня много достаточно говорилось. Понятно, что в стационар того же уровня перевод нецелесообразен, как и нецелесообразен перевод пациента с высоким риском транспортировки. Потому что, к сожалению, его можно потерять либо в пути, хотя в пути достаточно реже, но мы его можем потерять практически уже на въезде к нам в реанимацию. Вот основные принципы транспортировки, которыми, собственно, мы рекомендуем руководствоваться, они представлены в виде вот этой аббревиатуры Акцепт. Конечно, важна оценка состояния пациента, как оценивать, по каким шкалам мы оцениваем, скажу чуть-чуть позже. Обязательно должен быть человек, который ответственный за транспортировку. Это либо врач, если эвакуация осуществляется врачебной бригадой, либо это какой-то старший фельдшер, то есть тот человек, который будет знать о пациенте все, тот человек, который будет знать откуда, куда, зачем, почему и как мы везем, и что они вообще с ним делают. И третий пункт – коммуникация. Должен быть информирован весь персонал, как передающей стороны, так и принимающей стороны. То есть не может быть такого, что заведующий отделением договорился с другим заведующим, а персонал как бы не очень в курсе. Кроме этого, должен быть информирован пациент, если он в сознании, если он доступен к контакту, куда его везут, зачем, как и почему. И также должны быть информированы его родственники. Это тоже важные моменты, чтобы не было потом никаких вопросов и недопониманий, так скажем, и с родственниками, и с пациентом. Оценка риска транспортировки. Как мы будем транспортировать степень срочности, процесс сопровождения, время, в какое время мы будем его транспортировать. Понятно, что, конечно, оптимально было бы то время, когда пациент там недлительная транспортировка, выехали утром, приехали в дневное время, когда основные сотрудники, в том числе дневные, все на месте, все посмотрели, определили тактику лечения и так далее. Бывают ситуации, когда более долго приходится ехать, и тут уже дежурная бригада должна быть предупреждена и готова. Что в плане подготовки и оценки? Конечно, в отношении пациента должна быть оценка дыхательных путей, должен быть сосудистый доступ и должна быть вся документация. Конечно, в наше время, в принципе, можно большую часть документации переслать в электронном варианте. Но, к сожалению, историю болезни, наверное, как и у всех, у нас ведется в двух вариантах, в электронном и в бумажном. Бумажная документация порой тоже нужна. Что касается персонала, который будет транспортировать, если мы говорим о каких-то дальних регионах, то там бывают только, например, фельдшерские бригады, которые могут довести до какого-то определенного места, или выезжает реанимационная бригада. Здесь тоже нужно понимать, кто должен ехать, есть ли у этих людей необходимая подготовка, смогут ли они правильно среагировать в экстренной ситуации, если вдруг пациент начнет ухудшаться. Ну и такие моменты, как заряженный мобильный телефон, или дополнительная к нему зарядка. И, конечно, контактная информация того, куда везут, и постоянная связь с тем учреждением, куда везут, поскольку в дороге тоже много может чего случиться, какие-то непредвиденные обстоятельства. Вроде бы обещали приехать там в 16.00, в 16 нету, в 16.30 нету. Куда делись, непонятно, приезжают в 19.00. Ну так вот у нас получилось. Вопрос оборудования тоже, в том числе и на случай каких-то непредвиденных ситуаций, достаточно ли запасов кислорода, есть ли достаточное количество препаратов и так далее. Ну и выбор, собственно, транспортного средства. Выбор транспортного средства зависит от основных факторов. Это расстояние, длительность транспортировки, срочность, насколько быстро нам нужно довести пациента, ну и факторы риска возникновения осложнений. В общем-то, всем известные факторы, влияющие на пациента при транспортировке, это факторы как ускорения, так и торможения. Это длительная мобилизация у пациента, это низкая температура, особенно у ожогового пациента это важно, поддерживать температурный режим. Ну, как резюме, удовлетворительные и безопасные условия для размещения пациента и сопровождающего персонала, в общем-то, являются такими приоритетными, в том числе вот при выборе транспортного средства. Вот здесь представлена шкала транспортировочная, которую мы рекомендуем использовать для оценки пациента перед транспортировкой. Шкала достаточно известная. Здесь основных 7 параметров, каждый из которых оценивается максимально в 4 балла. То есть, в принципе, у нас с вами, у здоровых людей, мы по этой шкале можем насчитать 28 баллов, и, в общем, к транспортировке мы вполне готовы. Критическая считается точка в 20 баллов, 20 и ниже. Это уже говорит о том, что пациент нетранспортабельный. Хотя тоже вопрос достаточно дискутабельный. И мы должны понимать, в каком органе, в какой системе, собственно, у нас минимальное количество баллов. И это тоже оценивает не только врач, который берет пациента на себя, ответственный в бригаде эвакуации, но он, конечно, может получить консультацию как реаниматолога на месте, так и реаниматолога, принимающий стороны. Ну и вот тоже пока что такие предварительные критерии транспортабельности ожогового пациента. Конечно, если у него адекватно проведена инфузионная терапия в первые сутки, в первые двое суток, то есть, по сути, отсутствует явление ожогового шока, у него обеспечен дыхательный путь, или, например, мы можем обеспечить транспортной аппаратурой гарантированно нормальный газообмен, при необходимости выполнены у него некротомические разрезы, то есть мы понимаем, что никаких компартмент-синдромов у него не разовьется, то да, конечно, не вопрос, этот пациент транспортабельный. Под вопросами, конечно, нестабильная гемодинамика на фоне введения высоких доз адреномиметиков, невозможность обеспечить нормальный уровень газообмена, тяжелая кома, вот оценка по шкале представленной МИС менее 20 баллов, ну и тоже как бы вопрос, да, по оценке вероятности летального исхода более 50%, тот пациент, собственно, который был продемонстрирован в первом сообщении ожоговый, да, с общей площадью порядка 95% поверхности тела, да, здесь вопрос стоял не только о критериях транспортабельности, но и о критериях целесообразности перевода, да, в первую очередь. По нашему, ну, как бы вопрос тоже остается дискутабельным, да, вот по поводу оценки вероятности летального исхода. Различные шкалы, все те, которые применяются в компустеологии, здесь можно использовать и по франку, и индекс тяжести поражения, собственно, можно оценивать и по индексу Бо, есть координатные сетки, которые, ну, относительно недавно, в 2013 году придумали в военно-медицинской академии. В общем-то, опять же, да, вопрос этот остается открытым, и это уже вопрос, опять же, нужно проконсультироваться с принимающей стороной, насколько они готовы принять, если действительно целесообразность перевода. Ну и важный момент, что делать в пути. Поскольку переводятся пациенты, в общем-то, достаточно тяжелые, да, реанимационными бригадами, конечно, в той или иной степени и респираторная поддержка должна у них присутствовать. Если он на вентиляции, это один вариант. Если он без вентиляции, то, как минимум, маска с кислородом должна у него присутствовать весь период транспортировки, учитывая то, что это острый период ожоговой травмы, да, и потребность кислородия все-таки у них еще повышенная. Второй момент – это, естественно, инфузионная терапия. Мы, как бы, рассчитывая на то, что первые сутки, мы провели достаточно адекватный объем инфузионной терапии, получили положительный результат, да, мы вторые и третьи сутки, мы рассчитываем половину рассчитанного в первые сутки объема, да, и продолжаем, естественно, ее проводить, поскольку ожоговый шок, да, и тяжелая ожоговая травма – это состояние гиповолемии, достаточно тяжелой гиповолемии, перераспределение тех же водных секторов. Безинфузионной терапии, к сожалению, нам никак. Так, чем будем проводить инфузионную терапию? Вот приказ Министерства здравоохранения об утверждении требований к комплектации собственно выездных бригад скорой медицинской помощи. Пожалуйста, весь спектр растворов, которые есть, в основном, конечно, растворы кристаллоидные мы используем. Рекомендуем в первую очередь сбалансированные кристаллоиды. Вчера Вячеслав Сергеевич прекрасно, но крайне мало на самом деле о них рассказывал, да, о них можно рассказывать достаточно много. Вот, пожалуйста, выбирайте. Исходя из патогенеза, на самом деле, ожоговой болезни, учитывая то, что первые сутки – это в основном гипонатриемия, гипонатриемия, да, начиная со вторых суток натрий начинает подрастать. Конечно, не очень оптимально было бы использовать обычный наш 0,9% хлорид натрия, поэтому что-нибудь, да, из сбалансированных растворов, например, меглюмина натрия, сукцинат, да, тот же самый реамберин. Следующий момент – поддержание температурного режима. Учитывая достаточно выраженные нарушения терморегуляции у обожженных, да, терморегуляция восстанавливается достаточно долго, а еще плюс условия транспортировки, ну, в машине только в комфортных машинах, да, есть раздельный климат-контроль, вряд ли в реанимобиле он есть, вряд ли он есть в вертолете, поэтому обязательно температурный режим поддерживать, и пациента нужно обязательно, конечно, согревать. Мониторинг. Включает обычный наш стандартный мониторинг, гемодинамика, дыхание, если на вентиляции не только сутрация, еще и капнометрия, ну и, конечно, температуру тоже нужно им измерять, да, для того, чтобы понимать, все-таки мы греем или мы уже можем остановиться, да, или, наоборот, мы его перегреваем. Вопросы обезболивания и седации в пути, они тоже, как бы, остаются такими достаточно открытыми, поскольку, если это большая площадь поверхностных ожогов, тут вопросов нету, да, обширная достаточно ноцицептивная импульсация, она требует обезболивания. Обезболивание чем? Да, выбирайте. Если у пациента обеспечен дыхательный путь, да, у него нет, как бы, мы уверены, да, из-за его дыхания здесь, в общем, мы можем использовать и наркотические анальгетики. Но обычно, как бы, по нашей практике, в общем-то, вполне хватает им и нестероидных противовоспалительных препаратов. Что касается седации, то, как бы, рекомендаций на этот счет никаких нет, но, на самом деле, по большей части пациенты наши седации не требуют. Назначать седацию с целью синхронизации с аппаратом ИВЛ, ну, вы сами понимаете, что, в общем, это неправильные, да, показания. Если есть действительно выраженная какая-то ажитация, если есть дилерезный синдром, да, то здесь, конечно, да. То есть седация такая по показаниям. Ну, и в заключении хотелось бы, да, сказать, что все-таки специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, она должна осуществляться только в специализированных медицинских учреждениях, иначе это будет нарушением, да, правил оказания медицинской помощи. Напоминаю, что перевод пациентов должен осуществляться не позднее, чем 72 часа после получения травмы. Конечно, это все должно быть согласовано. И грамотная оценка состояния пациента, подготовка его к транспортировке, выбор транспортного средства и то, что мы проводим в пути, интенсивная терапия, мониторинг, это, конечно же, позволит минимизировать все эти отрицательные моменты транспортировки, избежать ухудшения состояния пациента, ну и, в общем, естественно, отразиться на его дальнейшей судьбе. Спасибо вам за внимание. Спасибо.